Здравствуйте, я Максим Мадзе, и сегодня у нас речь пойдет про мобильный телефон Siemens M65. Я уже третий раз на этот телефон снимаю обзор. Дело в том, что первые два раза были не очень удачными, первый совсем как-то неудачный, а второй музыку я там конечно вставил, плохая музыка, что-то я не проследил за ней. Ладно, короче, сегодня будет нормальный наконец-то обзор на этот телефон Siemens M65, телефон 2004 года выпуска. Телефон был достаточно популярен, он был довольно легендарным телефоном, много у кого такой был. Он очень подходил рыбакам, охотникам, ну и для молодежи очень даже было не скучно. Он является аналогом другого телефона Siemens CX65, который имеет ту же функциональность, что и M65. Ну как, компания Siemens, короче, в 2004 году представила одну модель в двух вариантах. Это CX65, обычную модель, и M65, та же модель в защищенном виде. Говорить будем про M65, потому что про X65 отдельное видео сделаем. M65, потому что у меня M65 был, CX65 не было, CX65 отдельно купил. Так, давайте посмотрим на его внешний вид. Кнопочки у него такие вот здесь резиновые, остальные пластиковые. У них желтая подсветка, светится неплохо, красиво, я бы вам сказал. Экранчик диагональю 2,1 дюйма, разрешением 132 на 176 пикселей. Он по тем временам был огромный дисплей, был просто сказкой был в то время. Такой экранчик. В принципе, сами кнопки удобны. Ну, конечно, джойстик мало кого устраивал. Ломались такие джойстики постоянно. Но ничего не поделаешь. Сзади у него находится камера, которая закрывается заглушкой. Эти заглушки съемные, их можно снимать. Давайте снимем эти заглушки. Вот такая вот заглушка. По две заглушки, каждая поставляется в комплекте, как запасные. Телефон выпускался в двух различных расцветках. Это в оригинальной серо-оранжевом цвете. И еще есть вот в таком вот черно-белом цвете. И заглушки, соответственно, белые у него. Этот телефон работал раньше, сейчас уже не работает. Сломался уже. Его можно, конечно, починить, но у меня нужды для этого нет. Короче, такие вот заглушки здесь. Здесь можно вот на вот эту вот камеру повесить колечко. Где он находится. Вот оно, вот оно, вот оно. Такое вот колечко еще поставлялась в комплекте. Бесполезная довольно штучка. Просто и более чем бесполезные украшения. Да еще и отваливаться такая штучка могла. Просто бесполезные украшения. Вот и все. Я тут пластилина налепил, потому что тут толком пообломились все эти защелки. Ладно, давайте уберем пока это дело. Такая вот еще пластиковая заглушка. Та резиновая была. Тут сломалась, но она держит еще все равно. Закрывает вот эту вот алюминиевую пластину. Еще есть на нижнем торце разъем под зарядку, который тоже закрывается заглушкой. Вот и еще вот здесь микрофон находится. Или еще вот такие вот углубления, отверстия, я не знаю. Видимо просто для красоты. Такие во многих семицах были того времени. Телефон представлялся как в защищенном М-классе. Вот эти заглушки как раз таки водозащита, но он уже никакой не водонепроницательный. Пластаями, конечно. Тут потому что тут уже винтиков нет. То, что там поломалось все внутри. Ну и так. Телефон защелкивался вот на такую пластинку алюминиевую. Алюминий. Это все-таки, как и выяснилось. Такие вот он звуки издает, когда падает. И задняя крышка нифига не фиксируется. Она прищелкивается. Вот этой вот. Ее держит пластинка, это самое. Здесь аккумулятор не оригинальный стоит. Оригинальный аккумулятор вздулся. Оригинальный аккумулятор на 750 мА. Здесь одна сим-карта. И написано, что Сименс сделан в Германии. Еще на крышке уплотнительная резиночка есть. Тоже так себе. Чтобы крышка там не болталась. Такая резиночка есть. Ну и давайте все это защелкнем опять. Давайте заглушки все обратно наденем. И перейдем к характеристикам. Телефон имеет стандарт связи. Трех диапазонный GSM. Дисплей цветной TFT. Отображает до 65 тысяч цветов. 9 строчек ввода текста. Может быть 5 строчек функциональных. Также может быть их и 7. Кроме вот этих двух цветов, которые я сейчас показал. Были еще другие различные расцветки. Также была еще отдельная версия. Recuse Siemens M65. Для работников служб спасения. Я никогда вблизи ее конечно не видел. Но у нее белая, синяя подсветка клавиш была. И вот эти вот кнопочки были не черные, а белые. Сам корпус был красный. Резиночка была белая. Здесь находится инфракрасный порт. В 2004 году был Bluetooth редкостью и настоящей роскошью. Поэтому здесь его конечно не было. Телефон весит 104 грамма вместе с аккумулятором. Ну и давайте включим его. Динамик кстати говорят здесь получше чем в CX65. По качественнее сделали. Такие вот заставочки стоят тут. Можно свои поставить. Подтверждаем включение. Интернет в этом телефоне имеется. ВАП 2.0 или GPRS. Конечно я никогда не пользуюсь интернетом. Потому что ну капец просто как дорого все это дело. Так давайте пройдемся по кнопочкам. Влево при нажатии джойстиком туда. Камера включается вверх. Профили. Можно настроить их вниз. Соответственно контакты. Влево. Вправо входящие файлы. Передавшиеся по их порту или смс. При нажатии на любой из клавиш можно соответствовать любую функцию настроить. Кроме первой. На первой можно задать любой телефонный номер. Вот например вот на пятерку. Держим и включать их порт. Можно по своему чуть настроить. Пожалуйста подождите. Вот это бесит уже. На шестерку подсветку можно отрегулировать. Три. Это приложение. Заставка и будильник. И так далее. Звездочка выключает и включает звуки. Можно также звуки на гудок поставить. Так и решетка блокирует кнопочки. Вот здесь вот. Новые смс и игры. Это тоже можно все настроить. Можно выбрать свои задачи. Здесь оператор. Показывается. Заряд батарейки и прием сигнал. В центр у нас открывается меню. Оно состоит из 9 иконок. Такие вот смешные иконки конечно здесь. Но мне нравятся. Мне очень нравятся. Вот так. Здесь у нас короче сообщения. Списки вызовов. Адресная книга. Камера. Еще мои файлы. Настройки интернет игры. И органайзер. Давайте пройдемся по очереди. По сообщениям сначала. Создать обмен сообщениями. Входящие. Е-мейл. Тут даже есть ММС. Пап-паш. Шаблончики. Много чего тут есть. Списки вызовов. Нет. Не принятые вызовы. Принятые. Набранные номера. И даже время и стоимость. Адресная книга. Можно записи посмотреть. Вконтакте. Визитная карточка есть. Можно все по группам разместить. ВИП. Офис. Семья. Можно это тоже все по-своему настроить. Список вызовов. Интернет и игры. Игры. Приложения можно выбрать. По играм мы чуть-чуть позднее пройдемся. По приложениям тоже. Помощные загрузки. Загрузчик. Есть такой специальный. В телефоне. Закладки интернет. В интернет мы не будем, конечно, заходить. Органайзер. Календарь есть. Пользоваться достаточно удобно. Встречи, задания, заметки, упущенные, напоминания, диктофон, часовые пояса. Довольно интересная фича. Часовые пояса. Вот. Правда, я ей никогда не пользовался. Нет, не надо нам применять настройки. Настройки календаря. Так, и что еще здесь есть? Теперь пройдемся по настройкам. Профили. Темы. Темы довольно интересный раздел. Здесь встроено 5 тем. Стандартные. Она стандартная, ее удалить нельзя. И 4 темы, которые можно удалить. Можно также свои темы добавлять. Есть один такой сайт в интернете, где можно скачать темы для Суни Эриксона, для Сименсов и Бенки Сименсов. Ссылочка на него будет в описании, если у кого-то есть старый, там, пустой Сименс, или просто закачать темы. Там довольно много тем. Можете найти. Там есть и стандартные темы, из оригинальных Сименсов встроенных. Вот МТБ, Раннинг, Сименс Мобайл, Сурф. Это все там можно найти. МТБ у меня сейчас стоит. Это типа... Ну, тут темы спортивные стоят. Потому что телефон как бы спортивный. Сам по себе. МТБ, Раннинг. Раннинг давайте попробуем поставить. Посмотрим, что из этого получится. Раннинг это такая красная тема. На каждой теме стоит своя мелодия включения-выключения. Своя заставка включения-выключения. Фон рабочего стола и так далее. Здесь, когда включаешь-выключаешь, там, короче, человечек такой. Бегающий, контурный человечек. Ну и заставочки, конечно, тоже свои. Design it for life. Такой вот подзаголовок у Сименсов все время был. Следующая тема. Сименс Мобайл. Это простая темка. Белая. Кстати говоря, на первой прошивке Сименса М65 были другие темы. На самой первой прошивке, на более первых экземплярах. Там были, короче говоря, темы взятые из CX-65. Были темы Берди. Там тема с птичками. Булу Абстракт. Тема была, но ее, правда, не было в C65. Она была в Сименсе С65 и Сименсе CX-70. Но я помню, там она была. У меня был телефон с такими темами М65. Это, кстати, он и есть. Я его просто перепрошивал, потому что там вся прошивка послетела. Перепрошивал один раз. Пришлось сделать так. Темы я закачал, ну ладно. Я мог бы и те закачать, которые... В предыдущем обзоре на этот телефон снимал я. Там темы как раз таки были те, которые были в первой прошивке. Сименсе Мобайл это простая белая тема. Ничего особенного. Ну и еще есть тема сурф. Это чувак катается на волне нас. На этом. Как на скейте, только на волне. Вот такие вот картиночки. И еще есть стандартная тема. Давайте посмотрим на нее. В Сименсе CX-65 Стандартная тема была, как вот эта вот тема Сименс Мобайл. Стандартная, обычная белая темка. Белая простая темка. Мне кажется, вот для стандарта она была бы в самый раз тут. Так. Стандартная темка это как тема... Это темка с названием Nature. На том сайте, который будет ссылка в описании. Там такую тему тоже можно найти. Можно свой собственный рисунок поставить. Заставку настроить. Можно заставку время настроить. Можно код защиты, если у вас не заблокирован. Можно часы вот такие поставить. Я так всегда и делаю. Анимация при включении, выключение приветствия. Логотипы можно вместо оператора поставить. Господи. В этом телефоне чего только нет. Так вот, на первой проживке еще также были темы Мэйль. Мужчина, типа. Не помню, была ли там тема Фэмили. Женщина, по-моему, не было. В моем экземпляре, по-моему, такой и не было. И также была тема Вульф. Вульф. Там с коричневым волком тема была. И еще, когда вот мой отец пользовался таким, он там тоже закачал одну тему под видом Windows XP. XP Matrix, как-то она, по-моему, называлась. У меня такая тема, кстати, сохранилась. Правда, ее сейчас здесь нет. И на том сайте вы ее не найдете. Стера. Эта тема, как бы, она... Ну, точнее, не сохранилась, я ее переделал. Я ее сделал своими руками. Я уже показывал в одном видео, как темы свои для Симмитсов создавать можно. Найдите. Можете это видео у меня на канале найти. Так. Дисплей. Можно язык, вот текста, лого. Все это можно. Крупный шрифт, но крупный шрифт меня не устраивает. Такой подсветку можно регулировать. Динамический свет. Вот еще одна интересная вещь. Вот такие вот по бокам светодиодики здесь есть. Вот так вот они мигают. PSX65 такие светодиоды тоже есть. Они находятся вот здесь, спереди. Белым цветом сверкают. Можно их настроить тоже по-разному. Мелодия звонка. Вибросигнал есть. Громкость. Вот эта вот мелодия, которая сейчас играет. Если у вас больше никаких мелодий нету вообще, никаких для звонка, то вот эта вот будет играть. Это как бы стандартная самая мелодия, как стандартная тема. На первой прошивке этого телефона, кстати, когда вот у меня было, там для стандартной была вот такая мелодия. Там такая мелодия вместо той, что вы сейчас слышали. Стандартный сигнал сообщения. Информационная служба, такой же сигнал. Будильник. Органайзер. Вот так вот, короче. Можно... К сожалению, нельзя на определенный контакт поставить мелодию, но можно на каждую группу мелодию свою поставить. Можно рассортировать контакты по группам. Ну и можно на мелодию при включении-выключении поставить. Прикольно. Настройки соединения. Инкогнито есть. Инкогнито, правда, не работает, если у вас заблокирован PIN2 код. Второй вызов. Переадресация. Настройки телефона. В настройках телефона сигнала нажать клавиш. Там можно щелчок поставить. Сервисные сигналы. Автоматическое отключение. Ну и модификация, проверка работоспособности телефона. Мастер памяти. Card Explorer. И, короче, стандартные настройки сделать. Можно также в Card Explorer весь полностью форматировать. Оптимизировать можно. Мастер памяти. Это, короче, специальное такое встроенное приложение, так сказать, где можно удалить любой файл. Но есть приложение более универсальное. Потом покажу его. Часы переданы на данные, безопасность, там пин-коды, сеть и аксессуары. Теперь перейдем в папочку еще. Деле 2. Меню сим-карты. В зависимости от вашей сим-карты будильник. Будильник можно только один поставить. Диктофон. Правда, он не качественный какой-то диктофон. Калькулятор. Калькулятор довольно-таки прокачанный. Здесь был конвертер величин. Полезная вещь. Секундомер, таймер, синхронизация и менеджер файлов. Такой встроенный менеджер файлов. Мои файлы. Вот это мой интересный раздел. Наши любимые папочки. Рисунки, видео, анимация, звуки, темы, скины, игры. Приложения разные. Вот камера. Вот здесь. Давайте посмотрим камеру. Забыл показать вам ее. Камера, конечно, слабенькая. Качество противное. Но по тем временам камера была неплохая. Что-то на нее можно. И до... В ней даже зум есть. Между прочим. До 30 секунд можно записывать видео. Я вам даже продемонстрирую сейчас. То, что я нафотографировал. Давайте перейдем в рисунки. В рисунках тут есть для EMS картинки. Черно-белые маленькие. Есть картинки для фоторедактора встроенного. Рамочки. Да, тут есть встроенный фоторедактор. Также здесь есть иконки. Тоже для фоторедактора. Это на логотипы вместо оператора поставить. ДММС-ки. Вот это вот картинки темы. Мы их с вами уже видели. И картинки для рабочего стола. Для фона рабочего стола. Вот здесь такие вот фоточки. Фотки. Конечно, разрешение фиговое у них. И на фоторедакторе тут, по-моему, что-то, кстати, есть. Не знаю, где оно. Тут что-нибудь есть вообще. Нет, по-моему, не сохранилось. Вот это видео записано давно было. Мой отец его еще записывал. Смотрите, короче. Пожар на камеру снят был. Вот на диктофон. Также записывает плохо. Анимация. Анимации это прикольно. Анимации. Тема. Включение-выключение. Можно свои собственные поставить как угодно. Раннинг. Классные анимации. Для рабочего стола можно даже поставить. Тут спортивные какие-то. Звуки. Звуки тут. 40-голосная полифония. Так, и МС. Также ВАВ поддерживался. Всегда нравился еще этот значок проигрывателя. Катушки вот эти. Ну и свои мелодии, конечно, можно позакачивать тут всякие. Что-нибудь давайте тут найдем. Вот эти мелодии из Sony Ericsson T610. Однако, на первой прошивке этого телефона и этого телефона. И C65-го, кстати, тоже первой прошивки. Там вот эти вот мелодии из T610 встраивались. Вот кто им разрешение на это давал, я не в курсе. Но так действительно было. Темы мы уже посмотрели. Их здесь также можно выбирать. Игры. Тут сохранилось несколько предустановленных игрушек. Но я тут своих игрушек понаставил. Тут про богатырей. Бобби Кэррот, Боунс. Самолетики всякие. Contest Arena это одна из встроенных игр. Гангстер от пародии на GTA. Gravity Defied. Кто хочет стать миллионером. Stack Attack. Вот это вот трехмерная. Одна из встроенных тоже. И Turican 2004. Вот это моя любимая игрушка. Она мне очень нравится. Игры конечно с тормозами работают. Железо тут слабая. Производительность невысокая. Приложение. Байкометр. Байкометр это короче на велосипед ставишь. Специальный аксессуар для велосипеда. На колесо крепишь датчик. И велокомпьютер такой получается. Телефон уставляешь специально. Там короче километр отображает и все такое. Короче полезная вещь. Download Assistant это загрузчик. Так приложение там тем. Загрузка контента. Здесь. Фоторедактор. Не очень-то полноценный фоторедактор. Но что-то тут можно было сделать. Семис FM. Это неплохое приложение. Давайте в него заглянем. Здесь. Я смог добраться до скрытых файлов. Семис M65. Конечно я не могу их изменить. Их можно просто прочесть. Кэш. Конфиг. Вот дата. Это наша файловая система. Здесь можно изменить. Что-то поменять. Скрытые папки сделать. Только для чтения галочку снять. И вообще что угодно тут можно сделать. Здесь можно. Например на CMC C65 где видео не поддерживается. Здесь можно через вот это приложение. Там можно было видео посмотреть. Также. Но там еще через лайфхак. Как мастер памяти можно было видео посмотреть. Ну и разные. Разные это. Вот сюда поступают тип файлы переданы через ЭКПОРТ. ЭКПОРТ передают конечно медленно. Но ничего. Телефон подключается к компьютеру. Были специальные кабели. Ком кабели. Потом USB кабели. Можно было копаться. Короче телефон просто сейчас профессиональный. Телефон довольно дорого стоил. Где-то. В районе тысяч девять он стоил. Когда он вышел. Мой отец его покупал где-то за шесть с половиной тысяч рублей. Ну в принципе он таких денег стоил. Хотя деньги сумасшедшие конечно были совсем. Давайте. Выключим теперь телефон. Такие вот заставки. Ну и немного кратенькое. Про историю. Сорок пятое там. Тридцать пятое. Серия. Не шестьдесят пятая. Там пятьдесят пятая. Там поистине были уникальные модели. Но начиная. Вот шестьдесят пятая линейка Симитцев. Она может сказать стала последней уже. Конкуренты уже начали их обгонять. Вот например. Симитц СЛ-45. Там было это. Первый телефон с мп3 проигрывателями карты памяти. Симитц С10. Первый телефон с цветным экраном. Тысяча девятьсот девяносто шестого года. И вообще. Ну. Шестьдесят пятая серия уже их начали обгонять. Там и всеми. Семьдесят пятая серия. Вот. Уже не смогла. В принципе. Ничего сделать. Исправить. Конкуренты уже. Во всю их обгоняли. Компания Симитц стала приносить убытки. И потом. Решили короче слиять. Выкупила тайваньская компания Бэнкью Симитц. И переименовала как Бэнкью Симитц. Однако это не помогло. Уже в 2006 году спустя год. После того как была организована эта фирма. Компания Бэнкью Симитц объявила себя банкротом. Вот так вот дорогие друзья. И все. Это конец. Компания Симитц на ГБ существует. Но компании Симитц Мобайл нет. Ну что ж. Надеюсь вам понравилось это видео. Обязательно поставьте ему лайк. Надеюсь вам мой рассказ принес. Существует теплой и душевной ностальгии. С вас лайкосы и подписосы. А с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал и группу ВКонтакте. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok